всеми в этом часике итак мы продолжаем продолжаем расследовать эту странную жизнь с макс и так шум было в прошлой серии прошлой серии мы с вами закончили первую главу или как они называются в общем не суть закончили сейчас у нас вторая глава что мы успели сделать второй главе этому успели помыться подслушать поговорить отдать книгу и мы стремимся на завтрак хвои в два кита погнали так поехали покинуть общежитие навсегда ай да у нас кто-то там неизвестный звонил что там угрожал плюсом у нас еще что-то там отлично покрашена самой хорошо разбирается в цветах самой красава давай мы ему скажем респект ос птица я обожаю ранее утро все так тихо и спокойно и зверушки словно просыпаются вместе со мной ты еще не всегда показываются утром в поисках еды я слышу их шепот каких лесных зверей встречала ты я видела оленя который смотрела на меня так это твое животное талисман ничего необычного впрочем странно что ты его увидела может это судьба откуда мне знать вот у меня талисман белка а что ты думаешь о том внезапно вчерашнем снегопаде предупреждение от земли что нам нужно собраться я бы сказал сэмюэл никогда раньше не видел подобного не буду мешать твоему духовному единию с природой да сам увидимся обязательно сам и сам сами мячик неужели в блэквале нет места где бы никто не играл в футбол как во все америке нет места где бы никто не играл в футбол там либо футбол либо баскетбол а ну бейсбол что ты тут делаешь . жду звонка ну я уже ответил на него короче я сочиню рэпа вчерашним спасибо и кстати спасибо что вступился за меня это было очень круто это точно этот мудак здорово мне накостылял я прям личный супергерой ты и правда герой дня ты дал отпор хулигану и это круто сейчас поджидаешь нас у женского общежития девушкой она крутая откуда вы знакомы старая подруга моя подруга хлоя прайс мы с ней довольно долго не виделись ты наверное была счастлива когда она прикатила и на пикапе как крок звезда да кстати почему на этом прескот так на тебя взъелся это не вникай я не хочу чтобы ты связывался тогда нэйтана прескотта скоро настигнет его карма ёбнутая неделька на чего только тот снегопад стоит кстати об антиутопиях тот кинотеатр устраивает марафон по планете обезьян поедем обезьяничать всегда говори да да это именно то что мне нужно обожаю эти старые фильмы про обезьян это было легче чем я думал клёво скину тебе инфу будут иметь последствия здесь в автобус здесь в автобус поехать два кита похавать дэвид говорит с нейтаном это не к добру наверняка это как-то связано с гейт или с рейчел или с нами чёска модно на такую же сделать оставит сбрить наш гейт или с нейтаном это как-то установил для то что мы не можем лучше чтобы отзываться новая масса невероятно так как Красивый город, ну, в том плане то, что вот мне импонируют такие города небольшие. И типа вот везде доматки одноэтажные. Очень редко встречаются высотки. Такой, ну, типичный городок в Америке 80-х годов, 80-х, 90-х. Здесь все друг друга знают и так далее. Все можно пройти пешком. Да. А, еще и рядом. О, там маяк. О, нифига они до маяка-то чесать не ближний свет. Итак, судя по китам, по двум это и есть два кита. Л, логика. Дедедукция. Кто? Я даже не питаю надежд. Я стану миллионером. Надеюсь, никто не стащит его у меня. Кстати, о перемещении во времени. Закусочная ни капли не изменилась. Привет. Некогда болтать. Я уже почти миллионер. Да, вот мой счастливый билет. Жду автобуса, чтобы обналичить его. А давай его украдем. Перемотаем время и украдем. Брошюры, рыбак. Все, хватит базарить, пора завтракать. Где наша пиратка? Эти запахи. Звон ложек. Хлоя. Опаздывай, забей столик. Маман тебя накормит. Очень уж надеюсь, повезет, если ты хотя бы к полудню появишься. А что мы сторопились-то? Ну, типа. Вот ты бы мне снова 13. Так, мне нравится. Я хочу обязательно здесь сесть. Я, может, что вот тут сесть? Типа, в углу. Нет? А вот и она. Очаровательная юная леди. Как твои дела, Макс? Привет, Джойс. Рада снова видеть тебя. Ты все та же. Все та же официантка в двух китах, столько лет спустя. Нет, все так же прекрасно. Отличный ответ, детка. Остроумие это не растеряло. Я надеял бы, чтобы хотя бы поднимать. Я хотела уберечь Хлою. Вчера ее снова застукали со своим Куревым. Опять. Я знаю. Хлоя рассказала, что отчим ударил ее. Жаль, что твое знакомство с Дэвидом было именно таким. Надеюсь, у тебя будет шанс увидеть его собственными глазами, а не глазами Хлои. Он хороший человек. Видимо, у нас, конечно, раз мы вышли, но только не надо с Хлоей так сурово. Хорошо, что ты здесь. Я надеялась, что ты сможешь повлиять на нее с лучшей стороны. Обязательно. Обещаю. Мы тянем ее. Я знаю вам, что он. Я знаю, что он. По глазам увижу, что она прям уже не знает, как отойти от нас. Как я после смерти Уильяма. А Хлоя? Хлоя предпочла злобу. Но надеюсь, мы будем видеть себя чаще. Хлоя нужны, старые друзья. Джойс, я очень сожалею об Ильяме. О нем помню только хорошее. Рада слышать, Макс. Чудесные воспоминания – это его подарок нам. Даже если Хлоя этого еще не понимает. Она все понимает. Хлоя понимает. Просто ей нужно время. Я представляю, как вам трудно. Она прошла через все фазы. Исключение из школы, побеги из дома, наркотики, плохие парни, татуировки. Теперь же она бунтует против своего отчима. И я ее не виню. То есть... Почему? Что Хлоя рассказала тебе? Да, ничего. Хлоя не обязана всем мне рассказывать. Просто я знаю Дэвида по Блэквеллу. Ты знаешь, что произошло. Дэвид дал Хлое пощечину. Он облажался. Но Хлоя спровоцировала его. А это тоже несправедливо. Он сполна заплатил на войне. Дэвид беспокоится за нее, как и за остальных студентов. Но чересчур сильно. Ну, сухоп. Блядь, ситуацию. Айлан, понимаю. Я все понимаю. Джойс. Знаю, иногда Хлоя любит обострять. Да, она провоцирует людей. Особенно Дэвида. Я лишь хочу, чтобы в итоге мы стали семьей. И это лишь вопрос времени. Думаю, вы правы, Джойс. Так. А теперь давай вернемся к Рутине. Чего же ты желаешь? Так, на завтрак надо вафельку, вафельку скучно. Когда я съела здесь свою последнюю бельгийскую вафлю, мне было 13. Так что, вафлю в студию. А теперь прикончи свой кофе. А получай кофе, ебаная. Прикончили все. Так. Граффити ботана. Похоже, Орен был здесь. Обожаю сладостное ожидание завтрака. Это словно дежавю в четырех измерениях. Я все глубже возвращаюсь в прошлое. Мне пиво и бекона теперь до смерти не дождаться. Это закусочное, а не бак. Нет пива. Маяк выглядит таким загадочным. Хотела бы я остаться в этом мгновении навечно. На самом деле, теперь я могу. Но тогда это будет уже не мгновение. Единственное, что изменилось в меню, это цены. Так, ну чё, можно? Что это за клоповник? Пикни быкуй там, слышь. А сколько можно кофе пить? Упьём, упьём. Не то же самое. Угу. Да, рочу их. Мама и Макс снова вместе. А Хлоя снова в поисках бесплатного обеда. Расплачиваться будешь своими деньгами на колледж. Не волнуйтесь, я её угощу. Вот уж нет. Это я тебя угощаю за то, что вернулась, чтобы спасти мою дочь. Меня не нужно спасать. До тех пор, пока ты своим куревым всю комнату не спалишь. Опять эта шарманка. Тебе со своим сержантом не хватило норовоучений прошлой ночью? Если не хочешь лекций, веди себя нормально. Хватит с тебя сегодня одного куска Бекона. Как ты всё обращиваешь. А вы, ребята, все те же. Поэтому всё так херово. Что это за херня играет? Музыка. Врежем рок в этой дыре. Итак, покажи, что ты можешь. У меня нет никакого объяснения. И я не понимаю, почему мне привиделся этот грёбаный торнадо. А вдруг это глюки? Давай, докажи, что можешь обращать время. Всё это происходит так быстро. Начнём с малого. Сейчас, здесь. Я могу назвать тебе всё, что лежит у тебя в кармане. У тебя рентгеновское зрение, чувиха? Даже я не знаю, что в них. Посмотрим. Ну, Макс, удиви меня. Что? Да, ключи. Ключи от машины? Ха, слишком просто. Мне нужны подробности. Опиши мой брелок. Брелок, пуля. Пуля. Такая же, как на шее. Это совсем не так, Макс. Ладно, супердетка. Давай я покажу, что в них на самом деле. Давай. Это был провал провалов. А я, блядь, чуть не поверила. Чё там, сигареты, деньги. Давай посмотрим. Нужно посмотреть на... Ладно, Макс, внимательно всё изучи и ничего не забудь. Ага, так, панда на ключах, сигареты, сигареты. Сколько-то денег. Предупредительный лист. Сан-Франклин-Стрит. Дата 21 сентября 13-го. За пределами парковки. Ну всё, ты попала. Так, я рассказываю, что лежит у тебя в карманах. Ну ладно, Макс, начинай. Да, ну там, типа сигареты. Ты наверняка таскаешь с собой пачку сигарет. Ты и так знаешь, что я курю. Сколько у меня сигарет? Ну, 13 много, может быть, 7. Там 7 сигарет. Суперспособность, которая помогает считать сишки. Круть. Потрясно. Что ещё в моих карманах? Если скажу в день, я скажу, считаю, сколько там денег. Слишком просто. Мне нужны подробности. Опиши мой брелок. Как это там, панда. Брелок-панда. Твой брелок, милый робот-панда. Неплохо, супер-макс. Ну и везучий ты чертовка, Колфилд. Что ещё? Деньги. Мелочь. Я ж пиздец, какая богатая. Сколько именно? Да я ебу. Ебу, что ли? Бось, 6. 86. Ну что ж, держись, Аркадий, гуляем на все. Это было клёво. Давай дальше. Сразу парковку. Талон на парковку. Неплохо. Но когда именно мне всучили корчичник? 19-го. Ах ты ж, сука. 10-34. В 10-34. Йо-хо. Макс угадывает время. Охренеть. У меня буквально вся спина в мурашках. Это всё правда. Я всё угадал. Ебать. Убери хлам со стола, Хлоя. Да, мам. Как тебе еда, Макс? Вкуснее, чем я запомнила. Хорошо сказано. Чёрт, да я голоднее волка. Да уж. А чё орать-то? Чёрт, я глазам своим не верю. Покажи мне что-то ещё, что-то покруче, чтобы я поверила без вариантов. Чёрёшь-то? Я сейчас предскажу будущее. Не гони. Итак, а теперь внимательно следи за всем, что произойдёт. И порази Хлою своей сверхсилой. Ты снова разбил кружку? Серьёзно? Больше доливать не буду. Чёрт, мне теперь придётся ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Ах ты, ёбану, уж не трогай меня, сочка. Устраивайте бойцовский клуб на улице. Так он первый начал. А я закончил. Так, разбитая... Так, помахала разбитая кружка, разлитый кофе. Потом вызов копу. Это пока лучше, чёрт, я слышал. А это получше будет, чем остальное дерьмо. О, наша музыка полным ходом несётся в рундук Дэвид Джонсос. Эм... И... Чего же ты ждёшь? Обогатите, нахуй. Ничего. Итак, а теперь внимательно следи за всем, что произойдёт. И порази Хлою своей сверхсилой. Да понятно, ну давай перематывать. Ну типа я не то, чтобы прям всё запомнил. Ну давай попробуем. Так, ну смотри. Я предскажу 4 события, которые произойдут за следующие полминуты. Так, эээ... Тревор роняет... Тревор... Эээ... Тревор, блядь. Эээ... Блин, тревор. Тревор. Тревор роняет стакан, и Джастин смеётся над ним. Так, и что потом? Полицейская вызывает по рации. И он продолжает есть свой пончик, и его напарник уезжает без него. Полицейский получает вызов по рации, но его напарник уезжает без него. Так, это скорее всего дальнобойщик был, типа. Ладно, поглядим, как оно будет. Потом... Так, они типа дерутся. Блядь. Тревор это там. Получается... Короче, надо перематывать. А, перематывать нельзя. Ёб твою мать. Так, они дерутся и Джойс остужает их пыл, их пациентаривает. Нет, она обсуждает пыл. Джастин с Тревором дерутся, но Джойс остужает их пыл. Дальнобойщик, короче, уронил. Жду, не дождусь, что дальше. А дальше автомат сходится в Магда, у него забирается таракан, когда на него садится мух, когда на него садится бабочка, когда дальнобойщик переключает пыль. Пусть садится бабочка все-таки. Бабочка садится на автомат, и он начинает сходить с ума. Звучит странно, Макс. Ну а поглядим, будет ли все так, как ты сказала. Давай, чекай. Это все-таки дальнобойщик. А, Тревор он там. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Блин, как же клево. Устраивайте бойцовский клуб на улице. Так он первый начал. А я закончил. Это круто. Таракан. Таракан. Все, все, перематываем назад. Это был таракан. Так, ну давай. Я предскажу. Так, сначала дальнобойщик роняет свою кружку. Дальнобойщик роняет свою кружку, и Джойс ругает его. Так, и что потом? Потом полицейского вызывают по рации, его напарник уезжает без него. Ладно, поглядим, как оно будет. Да, 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 дальше. Джастин с Тревором дерутся, и Джой остужает их пыл. Джастин Стрэп. Все интереснее. Жду, не дождусь, что дальше. А что, что? А потом... Автомат... Вот, сходит с Магдой, в него забирается таракан. Автомат начинает сходить с ума, когда в него заползает таракан. Звучит странно, Макс. Ну, а поглядим, будет ли все так, как ты сказала. Поехали. Как сцена поменялась, значит, все верно. Черт, мне теперь придется ответить и отложить завтрак. Эй, а где мой напарник? Офигеть! Стоп, у нас поехал защемить пару скейтеров. Ах ты, ебаный, уж не драгай меня, сочка! Устраивайте бойцовский клуб на улице! Так он первый начал, а я закончил. Да у этих ребят, похоже, любовь. Офигеть! Ты знала даже про таракана! Я клянусь верности великой Макс и ее магической силе. Это тебе не игрушка, Хлоя. Мне нужно быть осторожностью. Да ну нахуй! Конечно, это игрушка. Лучше из всех. Ты можешь грохнуть кого угодно, отмотать время и бум! Ничего и не было? Повзрослей. Может, ты на мне уже испытала, а я не знаю? О да, конечно же. Ты можешь перематывать время. Это ж полный пиздец. Давай сыграем. Мне некогда. Ты этого не говорила. Что с носом? Это передоз. Эй, ты в порядке? Переволновалась. Видишь, что творится, когда мы снова вместе? Ну тогда пойдем в мое тайное убежище и протестируем твои способности. Тебе нужен надежный напарник. Ладно, чертежочка. Наверное, все твои подлога. Наверное, все твои подлога. Чего-то там с башкой творится и так далее. Ну, бывает же. Дальнобычки. Телевизор. Макс. Хлоя. Взглянуть. Ну, погнали. Куда идти? Чего идти? Куда? Взглянуть. Ну, погнали. Пошли, супердетка. Нас ждут великие дела. Вздумай отвечать. Нам пора идти. Места обойти. Ну же, пока мать снова не начала. Погнали. Это Кейт Марш из Блэквелла. Ну да. Мне за пять лет ни одного звонка, а какой-то засыхи, которую ты видишь каждый день не подождать. В этом вся ты. Так что давай, потряпись, Кейт Марш из Блэквелла. Мне тоже есть с кем потусить. Она хочет сделать нас на свидетель. Да ну ее в задницу. Как бы и так. Мам, потом. На встречу. Мы лучше зачилим. Свобода. Я беспокоюсь за Кейт. От неотвеченного звонка еще никто не умирал. А теперь за мной, мой юный подавал. Сейчас я подосторожился. Когда так говорят, значит, обычно... Надеюсь, Кейт не расстроилась, что я не взяла трубку. Но я могу отмотать время и ответить ей. Нет, давай. Все-таки давай ответим. Как бы саневолосую мы уже спасали. Потерпит. Потерпит. А это надо ответить, ну, мало ли что. Правильно? Пошли, супердед. Давай ответим. Ответите. Привет, Кейт. Как ты? Твоя лучшая подруга не смеет мешать. В порядке? Обещаю, Кейт. Я не забуду. Клянусь. Просто сделай домашку и успокойся. Я считаю, что не стоит впутываться в это сейчас. Я перезвоню тебе. Идет? Вот, спасибо. Если тебе интереснее скейт, давай, уходи. Не дури, а. Я с тобой, ясно? Пока что. Погнали. Ну, это отладки, ну, чё, ну, ответил там. Ну, чё-то. А чё? Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё. Я могу отмотать время и не ответить, Кейт. Да, хрен, потерпим. Мы ведь всё равно увидимся на паре. А вдруг нет? Так что, а это ничто, ну, привыкли уже сраться, ну, как бы, одни больше, одни меньше. Я считаю так. Нормально. Лучше ответься. Ну, там она вечно какая-то... Да, вот-вот. Сколько ещё раз на пиане, если ты на меня обидишься? Вообще-то, тут всё зависит только от тебя. Ой, да не пиздец. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Дикое и необузданное. Похоже на тебя. Макс, ну, как же это круто! Моя лучшая подруга вернулась, да ещё и прокачанная. Светлая пиво. Но мы не знаем надолго. Именно поэтому нам пора играть. Так, ну, припируешь на свалку. Так, но ты его пистолет украла. В Аркаде Бэй теперь все с оружием ходят? Только те, кому не стоило бы. Вроде моего отчима. Но всё меняется. Я пока не революционер. Че. Ты и есть революция, Макс. А чтобы во всём разобраться, осталось только провести тест. Глотнёшь? Фу. Ты такая милая. Не меняешься. Ну что, найдёшь нам пять бутылок, пока я подготовлю полигон? Пиво и стрельба? Вот это комбо. Ты сможешь. А теперь найди нам пять бутылок. Прошу. Пять бутылок. Хорошо. У каждого автомобиля есть своя история. Лодка. Так грустно видеть лодку на суше. Интересно, кем мы левеводим все сейчас. Ну и тебе, сука, всё грустно видеть. Так. Ааа. Старая камера. Ремонту не подлежит. Покойся с миром. Аминь. Так, нам нужны бутылки. Кукла. Где я тебе, ёб твою мать, найду пять бутылок? Это похоже на наскальный музей Рэйчел и Хлои. Уверена, что по нему я смогу лучше узнать Рэйчел. Они и правда близки. На месте Рэйчел могла быть я. Да, всё, ладно. Не это самое. Браслет. На это не просто смотреть. Ахлоя и Рэйчел. Не просто смотреть, нихер было уезжать. Листок. Я хочу умереть. О, господи. Так, раз бутылка. Лагер светлая пиви. Здравствуй, бутылка номер один. Ла-ла-лан там. Прошура. Значит, Рэйчел была на вечеринке в циклоне. Судя по дате на листовке, это было как раз накануне её исчезновения. Хлоя была здесь, Рэйчел была здесь. От шо? Они собирались рвануть до самого Лос-Анджелеса ради Рэйва. Круто. Да, прикольно, прикольно. Всё хватит завидовать. А здесь никаких девизов. Потом. Джульетта плюс Закари вечная любовь. Машина. Как она, блядь, тебя успокаивает? Это болезнь. Брит... Нам нужна бутылка. Вон она. Я смогу забраться на эту лодку откуда-нибудь повыше. Откуда-нибудь повыше. Ну так откуда повыше-то? Вот давай залазь на кучу мусора. Стул. Бутылка. Шприц. Гильза. Мяч. Так, окей, доска. Передвинуть доску. Так, бутылка. Взять. Стул. Присесть. Да зачем? Так, а две бутылки имеют. Ворон. Пошли обезьянчить. 60 милек, так что выехать часов в пять. Поужинать. А может и не сходим. Короче, пошли обезьянчить. Слишком поздно. Я уже... Так, все. Это что такое? Бутылки. Бутылки. Слышь. Бутылку, да? Тип-то, а что я должен искать бутылки? Тебе надо ты ищешь. Нет, туда мне не нужно. Откуда ты знаешь? Может, там бутылки. Ладно. Все. Вот он. А это все надо было сделать фотографии? И в первом надо было сделать фотографии? О, а я ни одно не сделал. Ладно, хрен с ним. Бутылка. Ты что, гонишь, что ли? Где эти еще найдут бутылки? Только поглядите. Поглядите-то, поглядите. Ты как-нибудь аккуратно будешь брать? Ну вот ты же прекрасно знаешь, что оно упадет. Давай еще раз. Подумаем. Она разбивается об этом. Ящик. Ящик, ящик, ящик. Другое дело. Третье есть, осталось две. Что там говорят про бутылку в стоге сена? Что такое? А, камера, Господи. Покойся с миром. А, там увидели. Итак, осталось найти рубашку. Это самое жуткое, что здесь есть. О, бедняга. Совсем одного тебя оставили. Шесть. Так. Бутылка. Сиральная машина. Интересно, сколько поколений моды прошло через ее недра? Да, это не важно. Важно найти бутылка. Осталась последняя? Так у Хлои просто забрать. Ух ты. Похоже, это та же лань, которая была в моем видении с торнадо. Эта лань идеальна для фото. А, прозрачная. А на фото нету, да? Нету. Пусть. Хорошо. Так. Что-то меня сюда привело. Не, не надо приседать. Нам надо найти бутылку. Куда ж ты, бутылка? Пропала. Пень. Блин, я не вижу, вот хоть пень и не вижу. Кусок ткани. Может, все-таки пятое, это у Хлои? Я знаю, что здесь есть место для костра, где все тусуются. Живи, дерьмой, живи дальше. Клэу. Нет, туда мне не нужно. Откуда ты-то знаешь, как и нужно? Там полно бутылок, по-любому. Ага, костер, бутылка. Все понятно. Вуаля, пора отнести нашу добычу капитану Хлое. Капитану. Ебать, ты что, совсем? Зачем так далеко мотать? А-а-а-а. Это я оттуда вытащил. А-а-а-а. Ах ты какой я. Ладно. Спасибо. Макс, помоги прицелиться. Давай, направляй меня. Сначала нужно выс... Да чуть-чуть. Так, а как целиться-то? А, типа, я понял. Да епчет. Давай, направляй меня. Слегка правее. Сэр, есть сэр. Офигеть! Ты это видела, Макс? Да. Охуеть, как круто! Теперь давай вторую. Итак, Макс, куда стрелять? Ты прицелилась. Жми на курок. Чуть выше. Прямо промеж глаз. Берегись, Нейтан. Вот это веселуха! Давай, подруга, найди мне еще одну цель. Хочу быть креативнее. Укажи мне цель, Макс. Ну, давай, туда. Целься вон в ту голубую доску. Ненавижу старые доски. Мрак. Я избавлю мир от этих бутылок. А, нам надо попасть куда-то, чтобы оно в бутылку отрикошетило, да? Любопытно. Давай. Ну, давай сюда. Давай проучим вон тот обод слева. Ну, берегись, коварный обод. Сука, да! Да! Отличный выстрел, Текс. Вот это я понимаю. Ну что, довольна? Как никогда. Я хочу еще один сверхубойный выстрел. Давай. Как насчет вон того грандулета? Так, от чего может отрикошетить? По-другому сперва цель нужна. Ну, бензобак. Как они это? Они отрикошетят. Ну, Макс. Ну, от бампера, наверно. Проучи-ка этот бампер как следует. Прощай, жестокий бампер. Боже! Я тебя подстрелила. Мотаем нахуй. Мотаем. О, мать! Держись, Хлоя! Ни хера себе. Прощай, жестокий бампер. Не-не-не, еще-еще-еще-еще. Все, 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 все. Ладно, но раз ты слишком занята, тогда я подстрелю бампер. Да какой бампер? Что ебнутая? Надо конца проматывать, я понял. Давай в колесо ебать. Давай подстрелим левое колесо. Адьос, колесо смерти. Так спокойно об этом типа говорит. Страйк. Убойная. Поверить не могу, что это на самом деле моя подруга супергерой. Теперь твой черед спустить курок. Что-то у нас головушка болит. Я не знаю. Макс, у тебя кровь? Черт. Черт. Конечно, только раз перемотать... Мне что-то нехорошо. Сын. 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 По. Хорошо, что она в норме, но поговорим мы уже в следующей серии, а на этом мы закончим. Пожалуй, хватит подстреленных женщин на одной серии. Собственно говоря, ссылка на плейлист будет в описании под видео. Вы знаете, что нужно делать. Увидимся в следующей серии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!